Его звали Геральт из Аривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Субтитры сделал DimaTorzok Где-то близко. Давайте мы сейчас попробуем снять Призраки Тихой Деревни, потому что обманки у меня не получилось, там выдает какую-то ошибку постоянно. В каком-то моменте, короче, у меня просто зависает и все, то есть ничего дальше не происходит. Я не знаю, может это у меня проблемы, я что-то... Ну, короче, посмотрим, что там дальше. Давайте, я игру снова дам. Призраки Тихой Деревни. В поисках работы ведьмак... Это то? Да-да. В поисках работы ведьмак забрел селение с названием Тихая Деревня. Для ведьмака работа найдется даже в такой якобы спокойной девушке. Ну что ж, давайте загрузим сюжет и погнаем. Ведьмаку для ведьмаку. Ведьмаку для ведьмаку. Для ведьмака всегда везде, где бы ни было, работа найдется. Если Тихая Деревушка, это означает, что там много трупов. А раз там много трупов, там значит очень много всяких... Из земли. И призраков. А еще мутантов, зомби и прочей хрени вообще, серьезно. Если Тихая Деревушка, это как раз таки по мне. Вот если была оживленная деревушка, вот это не знаю тогда. Там нет над меня толку никакого. Она, в принципе, оживленная. Что мне делать? Только если людей ходить налево-направо, рубать. Воу. Паукай Тим Презенс. Рейнс оф Куэт Хамилет. Чё? Гамлет? Чё? Вот. Фигу. Ведьмак вышел на большак в поисках новой работы. Да, я бы не назвал это большакомната. Вот там, мать девочка, мальчик. Дорога привела в неё большое селение с пасторальным названием Тихое Деревенье. Я хоть... Чё это там? Это кто там? Мужик, что ли? Ля, это все еще очередная остановка на его долгом пути, но даже в такой богами забытой деревушке найдется работа убийцы-чудовища. Ай, апель, чё, у меня чё-то читарь великий просто. Подожди, незнакомец. Опять буду я говорить. В чём дело? Похоже, ты можешь мне помочь разбираться с одной проблемой. А ты кто такой? Меня зовут Калигор. Я был наёмником в Тимирской армии, а в последнее время охранял торговые караваны. А ты, беловосы, позволь спросить, кем будешь? Я Геральт. Нормально, да, он, короче, говорит, я сначала помогу ему, а потом он говорит, ты кто вообще? Зачем я сюда пришёл? Я Геральт. Ведьмак. Ведьмак, тебя-то мне и надо, у меня есть для тебя работа. А поподробнее? В последнее время в нашей деревне начали появляться привидения, а точнее призраки. Привидения. Я убил очидывающих привидения, это не ко мне. Я же говорил, что здесь тихая деревня, привидения. Ну я мое, блин, мужик, ты нормальный там вообще, нет? О, он идёт по линии. Я когда-то тоже так делал. Ну вот, скорее, призраки. Я никогда не имел дело с призраками. Серебряным мечом можно ранить призрака и прогнать, но убить его не получится. Полное избавление от призрака, задача более сложная и более дорогая. Если уничтожить их, их за ценой не постой. Скажу 300 варенов. 300 варенов, скорее 600. С ума сошёл, ведьмак, 350, это мое последнее предложение. 400 варенов и не варенов меньше. Согласен. Но прежде чем я приму заказ, мне надо ознакомиться с ситуацией. Ты знаешь кого-нибудь, кому что-либо известно о проведениях или призраках? В деревне есть жрица, она ухаживает за больными. Наверняка им в храме рассказывали о подобных вещах. Поговори с ней, ещё можешь с местными жителями пообщаться. Для начала советую поговорить с рыбаком, ты найдёшь его улики. Он человек замкнутый, но знает очень много. Многое может и о призраках что расскажет. Я запомнил, что с ним стоит поговорить. А есть в этой деревне что-нибудь интересное помимо привидений? Хм, это та ещё дура, но тут есть таверна, в которой подают разбавленное пиво, напоминающее по вкусу лошадину мочу. Некоторые девки в деревне красивые, только вот шибко пугливые. Не знаю, как на вкус моча, поэтому давайте не будем пробовать пиво, чтобы не знать, какая на вкус всё-таки моча. Я осмотрюсь, поговорю с местными. Если узнаю, как можно уничтожить призраков, вернусь к тебе. До встречи. Пока. А, ну да, прокачка там. 24! Это будет хардово. Ну, короче, первым делом я, как всегда, это прям вообще-то, знаки уже. Эм, хренак, 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 хрен... нельзя клэнд изучить. И это нельзя изучить, и это нельзя изучить. А это, что говорит о том, что будут нам камешки, наверное, попадаться, нет? Я вообще всё, короче, зачем мне чё-то ещё накачать? А, арт, игни, игни. Повреждение плюс 10, повреждение плюс 20. Взывает исполнение, ну, давай. Давай вызовем исполнение. Вероятность оглушения, шансы безоружения противника. Нокдаун... Нет, не надо. Нокдаунов ваших. Эм, ведьмак вспоминает, там монстры. Не обязательно встречать в игре. Ну, нет, наверное, нет. Действие алкоголя, минус 50. Оказывает, использует минус тай силы, два разведения. И мутиток ядом. Выстает, достанавливаем энергии плюс 25. Ну, давайте. Ловкость. Персонаж получает умение отбивать стрелы. Оторжение удара. Ну, давайте отражение удара и отбивать стрелы. Вдруг насстрелять это будет. Сила. Ну, что, закрыт. Ну, ладно. А, что? Терепила оголя, отражение удара. Во. А, не надо, на зарядку время кулачного оголя. Что-то, что нам предлагается, вообще, не знаю. Давайте еще вот чудовище, вспоминаем. Изговорим масла. Изговорим масла. Ну, не знаю. Имутитет позволяет минусасилы, алкоголь. Ну, давайте. Минус 50%. Все, вот так вот. Нормально, короче. Потому что, по-любому придется пить. Привет. Да. Ты, говорю, ты охранял торговый караван? Ну, охранял. Ну, а что, я не похож на человек, который способен охранить караван? Сколько эльфов мы перебили, суки, на дети и хотели украсть людские товары? Где можно найти рыбака? В лесу охотиться на кабанов. Ну, конечно, у реки. Где еще можно искать рыбака? Но учти, что когда рыба клюет, он ничего не замечает. К нему приходится несколько раз. К нему приходится несколько раз обращаться. Где можно найти жрицу? Я, знаешь ли, за ней не слежу. Дети, пасечника и кузнеца заболели, как и старик дома у Веснушки. А дом у Веснушки стоит напротив избы кузнеца. Раз жрица ухаживает за больными, скорее всего, ее можно найти в одном из этих домов. Я все еще собираю информацию о предложении, тоже не вечно. Поторопись. Ну, давай. Потороплюсь. Мне вот этот мужик очень... Че? Не буду разговаривать. Че? Стой. Не будешь... Слышь! Вы это видели? Какой я... О! О! Охереть тут, короче. Я все распоминал. Во, все, короче. Я зайти, короче. Не могу отстать от меня. И тут заперто. Все, все, я вспоминал. Сарай. Заперто. Калик... Ты кто? Слышь! Скажи. Я ведьмак. А я Куба. Здравствуй, Геральд. Поиграем с мишками. Боюсь, мы с тобой взрослые люди, а взрослые не играют с мишками. Какой же ты зануда. Все с ними, так? Куба, алло. Давай, обратно присоединяйся к нам. Убежал он. В какую сторону? Рыбак. Алло. Утяж не клюет. Кхе-кхе. Ну давай. Клюет. Нет, сорвалась. А ты кто такой? Я ведьмак. А я рыбу ловлю, как видишь. Ну я... И зачем пожаловать? Только рыбу пугать. Тебе не скучно целыми днями на берегу стоять? Пока рыба клюет, когда скучает. Только вот в горле маленько пересохло. Но я не хочу бросать рыбалку от таверны далековато. Так что если будешь в таверне, купи мне пивка. А эти потом верну. Посмотрим. Что-нибудь еще? Что тебе известно к аллегории? Я видел, как ты с ним болтал. Он в последнее время слишком важничает. А раньше был лоботряс и раздолбай. Он со своими двумя дружками сбежал из дома. А теперь они разбогатели. И таверны сидят больше, чем в поле. Должно быть целое состояние в городе. Заработали. Интересно, что они воротились через день после того, как сын Псотеса уехал в город? Странно, как это они не встретились по дороге. Что-нибудь еще? Я видел деревню человека, как две капли воды, похожего на тебя. Да это мой брат близец Куба. Два года назад он напился и грохнулся с лодки. Головой слов снукнулся. Мы его вытащили, но с тех пор он странный какой-то. После того, как это стряслось, он вместо того, чтобы работу искать, носится по лугам, играя с детьми и танцует посреди деревни. Но он мой брат, я никогда его не брошу. Он вреда никому не делает. Одна только штука. Он никогда не помнит, с кем он говорил и о чем. Что-нибудь еще говорил. Деревнями по ночам являются призраки? Да, являются. Брат мой из-за них спать не может. А ты не в курсе, не пропадал ли кто из местных? Вроде нет, но я вообще целыми днями здесь сижу. А в окрестных всей деревни ничего странного не происходило? Нет, ничего, но может Солтость тебе что-нибудь расскажет. Где мне его найти? В последнее время он или пьяный броет полям, или заседает таверни. Если купишь ему выпивку, покрепче и сыграешь с ним в кости, он расскажет тебе о том, что видел в полях. Может и о призриках что-то знает. Раньше он таким не был, но его единственный сын Калит отправился на заработки в город. И вот уже два месяца от него невесточки. Вот Солтость и пьет днями и просыхает. По-моему, нам пора выбрать себе нового Солтоса. Что-нибудь еще? Ладно, хватит, до встречи. Ты такой болтливый, говорит, там этот мужик стоял. Как его? Я, говорит, вообще неразговорчивый. Угу. Хираси. Стоп, тихо. А ты кто такой? Ты чего в нашей деревне забыл? Я ведьмак. Ведьмак, тьфу ты, принесла нелегкая. Надо будет веснушку запереть, да не выпускать никуда. Мало того, что приходится отгонять от него Калегора с дружками, а тут еще похотливый ведьмак объявился. Кот ты там решил от меня запереть, бабуль? Никого, юж заинтересовался, я сам с собой разговариваю. Чего тебе надо было? Пока не знаю, возможно я могу избавить вас от признаков. Ох, я спать ложиться боюсь из-за этих призраков. С призраками можешь разбираться, а на девок даже не смотри. Каких еще девок? Да никаких у нас вообще девок нет. Одни бабы старые, да замужние. Молчи, глупая баба, а то еще разболтаешь. Чего еще тебе надо? Я кое-кого ищу. Кто тебе нужен? Жрица. Она у меня дома ухаживает за моим стариком. Солтеса. Этот старый хрящ небось пьет в таверне. Рыбак. Небось рыбачить сидит на берегу копень. Ну ты вообще, блин, я не знаю, Калегор. Он где-то по деревне шляется, поищи как следует. Ну ты охренеть просто вообще, блин, я не знаю. Я слышал, здесь ноги болеют. О да, болеют и дети, и старик мой. Да еще суп мой есть не хочет хричь старый. Раз ты не хочешь, чтобы он поправился, почему ты постоянно его ругаешь? Конечно, хочу. Он глупый ворчун, но он мой старик. Мы через столько всего прошли вместе. Другого такого я не найду. Если с ним что случится, я этого не переживу. Но у нас есть жрица, она ухаживает за больными. Хватит мужик ходить тут, а? Молоденькая совсем, но девушка добрая. Потому ты ведьмак, даже не смотри в ее сторону. Я-то знаю, ты за каждой юбкой волочишься. Но жрицу не трогай. И мою, других девок тоже. Че еще тебе надо? Товерны здесь есть? А как же, дальше по дороге. Подходящим, если таких забияк, как ведьмаки. Там только и делают, что пьют, додерутся. Я того карм... Корчмаря поганой метлой отсюда гнала. Только глупостям людей склоняет. О, господи. Старик мой, когда поволоже был, вечером уходил. И только утром возвращался пьяный в стельку, с разбитой рожей. Говорил, что он там боксирует, деньги зарабатывает. Дурень. Теперь-то силы у него уже не те. Иногда бывает, попросит кузнеца ему выпить принести. Но тогда уж я сама иду с кузнецом поговорить. Чего еще тебе надо? Расскажи мне что-нибудь об этой деревне. Что ж тебе рассказать? Как наши деды здесь жили, так и мы живем. Иногда у нас поселяются новые жители, как кузнец, например, или пастух. Говорят, он спустился с гор. Правда, этот пастух сам еще тот баран. У него даже нормального загона для овец нет. Они просто броют у него по всей избе. Как же они, должно быть, воняют. Чего еще тебе надо? Как жизнь? Тяжко, очень тяжко. Старик ворает, стараешься. Как можешь супы ему варить, чтобы зубов своих старых не поломал. А он только делает, чтобы ворчить. Суп, суп, все время один суп. Так может ему что-нибудь другое приготовить, если он больше не хочет супа. Что-нибудь другое? Да он старый, болван, зубов почти не осталось. Он кроме супа и есть ничего не может. Он же проживать ничего не может. Ты такой же болван, как и он. Чего еще тебе надо? Ну и все, пока. Ты меня задолбал, бабка, нифига ты, блин. У вас тут все такие неболтливые, а? Кристианка, оторву. Ты будешь идти в товар, замужем? Ну, ну бойся, я не пойду с тобой. А, это брат рыбака. Теперь мы знаем, что это брат рыбака. Серьезно, там написали. Погнали в заброшенный дом. Вообще, что-нибудь есть? А, нормально, у меня все есть. Не, ничего смотреть не было. Мне это не интересно. Ух ты, ёлки. Ни хера себе. И это все? Пригоните, реально заброшенный дом. Просто дом. Чего, блин, это зафига? Не хочу я по таким домам ходить, алло. Заброшенный дом. Нифига, короче, что вы думали? Дали мне просто дом. Пасечник, здорово. Ааа, больно, да? Что случилось? Меня опять ужалило пчела. С какой стадии ты полез? Чего? Я пасечник, у меня работа такая. Видать паршивый степ, пасечник. Сады паршивый. Просто у меня не так хорошо получается, как у деда с батей. А ты кто? Я Геральт, ведьмак. И что же привело тебя сюда? Ты мне не поможешь кое-кого разыскать? Кто тебе нужен? Жрица. Она у веснушки дома, ее тебе заболел. Солтыс. И если его нет в полях, у таверна, значит, он уже в таверне сидит. Рыбак. Он ловит рыбу на реке, он же рыбак. Калигор. Он где-то в деревне лодрит, ни черта не делает, а денежата от кого-то берет. Спасибо за информацию. И что же привело тебя сюда? Никто в деревне не болеет? Болеет, сынок мой любимый болеет. Хочет стать кузнецом, когда вырастет, а я не против. Батя мой заставил меня стать пасечником для сына, и я такого будущего не хочу. Хватит того, что у меня руки вечно опухшие, лишь бы только жрица придумала что-то от болезни. За этим она сюда и пришла. А еще? И что же привело тебя сюда? Меня интересуют призраки появляющиеся в деревне. О призраках знать ничего не знаю. Ульи они не трогают, а днем вообще не появляются. Только вот по ночам страшно. Мы молимся вместе с жрицей, я могу избавить вас от призраков. Это было бы неплохо. И что же привело тебя сюда? Нет, я просто так. Я могу вас от этого избавить? Что же меня сюда привело? Я... О, ос твоих. Пчел твоих хочу построить. Я ведьмак, я убиваю чудовищ. Мы пчел не чудовища. Иногда парочка ужалит, да и все. Зато в конце концов получается немного меда взять. А что... А что руки опухли? Такого уж их природа. Мне бы и в голову не пришло уходиться на пчел. Неужели? И что же привело тебя сюда? Убить тебя! Опять ужалил он. Давай, все, задрали вы меня. Серьезно, вы такие болтуны. Вы просто неугомонно разговариваете. Блин. У вас что тут? Деревня кто кого? Переболтай. Так вы меня уже задрай. Все, давайте. Я в сарай. Это я охрененно. Я не собирался так сказать, но получилось. Неплохо, да? Так, сарай заперто, сарай заперто. Я не знаю. Здрасте. Дом пасечника. Ну пошли в дом пасечника. Что уж там? Попасемся немного. Я думаю, мы за серию в деревню бегим. Бегим. Все, со всеми мы... О, да ладно. Прикинь, короче. О, все, короче. Второй шкаф. Ой, извините, там вам плохо. А я такой... Вот скотина эти, ведьмака. Еб твою мать, я не знаю. Ну как я себя веду, поганый? Это, блин, может, не знаю ей что-нибудь подарить из того, что я забрал. Сын пасечника. Здорово. Ой, как больно. Жена пасечника. Здравствуйте, кто ты таков? Я Герриц видмака, а ты кто? Я Анди, жена пасечника. Ты наверняка я увидел. Тот, что с вечно пухшими руками. А ведь матушка моя говорила, чтобы я не уходил замуж за этого неудачника. Что ты делаешь в нашей деревне, ведьмак? Ты не поможешь мне кое-кого найти? Кто тебе нужен? Воу, слышь, у тебя парень дергается. Солтис. Он, наверное, уже пьет в товарне. Жрица. Она в доме в Веснушке, у нее отец болеет. Рыбак. Он целыми днями рыбачит, скорее всего, и сейчас у реки сидит. Калигор. Он наверняка сидит, и это по деревне считается. Но это самый неопределенный человек. Что ты делаешь в нашей деревне? В некоторых избах я видел на полу миски. Ты, верно, имеешь в виду те, на которых мы оставляем еду для домовых? Они добрые создания. А муженька моего не слушаю. Она слушалась всякой билиберды в товарне. Он тебе еще расскажет о злых домовых, которые настроили против него пчел. Мы оставляем молоко домовым не для того, чтобы их задобрить, а благодарность за то, что пол подметут или золу из печи вычистят, чтобы можно было с утра ее затопить. А ты сама видела этих домовых? Да поздно ночью. Да, поздно ночью, уже часа через два после того, как исчезают призывки, можно увидеть, как домовые бегают по избе. Что ж, может и мне повезет. Попробую, хотя мне кажется, они испугаются попрячься. Почему ты называешь мужа неудачником? Вижу, ты еще с ним не общался. Когда встретишь с ним, сам поймешь, ну что он за пасечник, если пчелы, его кули не подпускают, жалят. Так и ходят с сиреной с опухшими руками. Бывает, кроют улей и бежать. А ведь матушка мне говорила, предупреждала. Говорят, у вас в деревне есть жрица. Да, я ее прислала из Хармельтелли, чтобы ухаживать за больными в нашей деревне. Мой любимый сынок тоже забрел, бедняжка чуть живой. С кровати почти не встает, и я так за нее беспокоюсь. Ищи информацию... Ту, блин, не туда! Ищи информацию призывок, которые появляются у вас в деревне. Да уж, из-за них страшно на улицу выходить. Но у меня нет на это времени, у меня есть заботы посерьезнее. Ну ладно, давай, и все, удачи. Слышите, теткачу. Жена пасечника. Ну и все, иди ты нахрен, ищем. Надо поговорить, у вас там сын болеет. Спасечником, не знаю, есть смысл говорить, нет смысла говорить. Ну, я еще не знаю. Ну, пошлите поговорим с пасечником еще раз. Слышь, пасечник, иди. А, вот, нифигасеты. На полу в избах я видел тарик. Для чего они нужны? Это для домовых. Если налить им на ночь молока, они за детьми приглядят и в полу, и полу себе подметут. Они безвредны. Так значит, у вас здесь всю ночь напролет домовые шныряют? Ну, не всю ночь напролет. Если стеть тихо, они появляются после часа призраков. Можно увидеть, как они бегают по избе. А вы не бойтесь, что они что-нибудь испортят? Так, для того мы молоко и оставляем. Дед говорил, если ничего домовым не оставить, они нагадят прямо в мед. А у дяденькиной коровы они молоко заквасили прямо в вымени. Заквасили молоко в вымени? Так мне дедурли сказывал. Вообще-то они хорошие, много добра делают. Надо только им на ночь что-нибудь поесть и оставлять. Они обожают молоко. Да уж, простоквашу они тоже наверняка любят. Не волнуюсь, я никогда на домовых не охотился и не собираюсь. Домовой никого не чудовища, милоздарь ведьмак. А как домовой выглядит? Милоздарь, это такой маленький человек в остроконечной шляпе, забавный такой. И что же привело тебя сюда? Давай. Удачи. Кто тебя тут ужалил-то? Алло, курица что ли? Я херею с него. А, опять это, короче, не предупреждает. О, кот! Ну всё, на, вот там. Ой, котик, всё. О, да-да-да, пошёл я. Всё, пошёл. Как обычно, да. Что ты сказал? Алло, не говори со мной. Да пошёл ты. Я, если рядом сижу, у меня в плечо турнёт там, не знаю, ножом. Как обычно, короче. Ну вот. О, я вышел. То есть я сошёл в дом салтуса тут, а вышел из дома салтуса тут. Жена пасечника. Эээ, здорово. Что ты делаешь вообще? Зачем ты вышла? Там у тебя ребёнок болеет. Это лев. Или тебе уже насрать. Собака, кот. Вы тут живёте дружной семьёй. Ласточкино зелье. Оно там. О, чулан. Ой, через чулан можешь зайти? Ну, конечно. Там опять геноциды. Какой нахрен дед? Дед, здорово. Поясница болит. Сарай, сарай. Это сарай, сарай. Это не просто сарай. Это сарай, сарай. Так, давайте соберём геноцид. Ещё геноцид. Ещё геноцид. Чем больше геноцидов, тем лучше. Для народа. А вы как думали? Бабка? Чё ещё тебе надо? А, ну всё, я поговорил с тобой. Не, ну я не могу. Там веснушка. Всё, я пошёл, короче, за веснушкой. Чё, опять большая территория? Ну нет, наверное. Ну там перестань. Стой, веснушка. Здравствуй, красавица. У тебя зоной вид. В чём дело? Батюшка захворала. Ты сегодня студенька мне пристаёт. И всем плевать на мои заботы. А ещё я потеряла своё кольцо. Мне не плевать. Вот увидишь, всё наладится. А ты кто такой? Я Геральт Изри. Чё ты её перекосила? Ты очень добра. Меня зовут веснушка. Какие же важные дела привели тебе сюда? Мы ещё посмотрим, насколько они важны. Пока я просто осматриваюсь и расспрошу людей, не нужна ли им помощь. Моя помощь. Да, Геральт. Ты говоришь, ты кольцо потеряла? Папа, ковырик я стирала, с пальцев, оно мне так нравилось. С красивым таким синим камушком. Я пробую найти тебе кольцо, не волнуйся. Ох, даже не знаю, как тебя отблагодарить. Мы вместе что-нибудь придумаем. Э, слышь, погоди. Придумывать, алё. Да, Геральт. Итак, что у тебя за проблемы? Батюшка заблел, но об этом я уже говорила. К нам в деревне давно не заезжают купцы. Я даже не могу купить себе что-нибудь красивое. Да ещё я каллигуарну хотел подарить мне кольцо, но я её побаиваюсь. Ничего мне от него не надо. А вот ты совсем другой. Да, Геральт. До свидания, веснушка. Пока. Я обещал найти кольцо. Ну да. Что это дурно, что ли? Ни хрена половил. Дорога в город. Хочу приколать. Мне ещё и в город надо будет валдохать. Так, вот я, короче. Это надолго. Это дополнение просто длиннее, чем игра будет, я подозреваю. Чё? Н-н-н. Чё бы нету-то. Короче, побежали. Сначала всех в деревню опросим. Я-то думал, короче, только в деревне будет происходить. Ни хера, короче. А там, короче, ещё в город надо будет свалить. Из города вернуться. Каллигор тут ходит. Слышь, отойди от веснушки. Алё. Хаучатай, нахрен. Так, мужик, успокойся. Привет, меня зовут Куба. Кажется, мы знакомы. Я Геральт, разы не помнишь? Первый раз тебя вижу. У тебя с головой проблемы. Счастливо оставаться. Давай поборемся камнями в овец. Правда, побросаемся. Так, да, Кристианка. Устал. Не стал он, ничего. Слышь, ты, ты чё, тебя не убила, лёд? Ты дурак. Кузнец мой. Ну и ну, какие гости у нас в деревне. Каких чудовищ хочешь здесь поубивать? Здравствуй, вижу, ты уже встречал таких, как я. Не совсем, но я много путешествовал и слышал разные истории. Ты Геральт, белый волк. Я слышал о тебе. Да, это я, к сожалению. Один болтливый бард. Слишком много обо мне трепется. Я местный кузнец. Меня зовут Ровин. Что привело тебя ко мне? Я кое-кого ищу. Я почти весь день провожу кузнец. Иногда по вечерам хожу в таверну пивка попить. Ну, может, и смогу тебе помочь. Кто тебе нужен? Солтыц. Почти всё в своё время он проводит в таверне. И сейчас наверняка там. Веснушка. Я видел её где-то здесь. Отлично. Жрица. Она у Веснушки. У неё отец болен, бедняга. Даже выпить в последнее время не может. Жена тут же пиво у неё отбирает. Меня однажды погибает рясно, когда я ему тайком пиво принёс. Жрица. Рыбак. Рыбачий на реке, он же рыбак. Калигор. Он, наверное, где-то в деревне. Мог бы и работу себе найти, между прочим. Ну, ладно. Всегда рад помочь, что у тебя есть оружие на продажу. К сожалению, я не в силах выковать меньше, чем те, что у тебя уже есть. Но ты можешь взглянуть на то, что я продаю. Давай. Навряд ли, ты лучше порталёшь, да? Ну да. Давай. Мы не договорились. Что теперь? Ой, что? Короче. Я смотрю, вы ставите миски на полусбы. Для чего? Ты, должно быть, говоришь о домовых. Жена оставляет им еду. Говорят, в таком случае, думаю, будут тебе помогать. Но об этом тебе лучше поговорить с кем-нибудь ещё. Мне они вкусницы не помогают. Да и что мог бы сделать такой малыш выковать мяч размером с иголку? Что привело тебе ко мне? Калигора хочет, чтобы я разобрался с призраками, что являются в вашей деревне. Тебе что-нибудь о них известно? А, они истинное проклятие техой деревни. Когда они являются, мы все сидим по домам молимся. Поднимается синий туман, и дым из труп начинает светиться синим цветом. А потом являются призраки. Однажды я со злости напал с мечом на призрака. Но меч не причинал ему вреда. А потом они все на меня набросились. Еле успел в избу забежать. Видимо, в избу они войти не могут. Потому как сразу от меня отстали. У меня было неподходящее оружие. Но даже если бы ты убил призраков, он вернулся бы на следующий день. Тяжкое это дело, ведьмак. Посмотрим, что привело тебе ко мне. В твоей семье тоже кто-то болен. К несчастью, да, моя любимая дочурка. Такая она весёлая, была проворная. Всё время бегала где-то с сыном пасечника. Ох, милая моя малышка. Я сильный человек, ведьмак. Но я не знаю, как можно справиться с этой болезнью. Если бы её кто-то на нас наслал, я бы его момента прибил. А сейчас остаётся только ждать и надеяться, что жрица что-нибудь придумает. Иногда просто хочется взять молот и всю кузицу разнести. Лишь бы что-нибудь сделать. Не волнуйся. Жрица, милители, искусные целительницы. Они много раз исцеляли мои раны. И, как видишь, я жив-здоров. Надеюсь, ты прав, ведьмак. Надеюсь, ты прав. Что привело тебе ко мне? Да нет, ничего не привело. Давай, короче. Счастливо, мужик. Кмет. Кмет, я с тобой горил. Может, сегодня призывки не вернутся? Я постараюсь это устроить. Чемирица, там жены-то пасечка нет, алё? Дед, дед, ну, дед, да где-то. Кладовая крестьянка, сарай, дом рыбака, рыбак. Слышь, это дом рыбака? Заперто. Ух ты, рыбак, какой предусмотрительный, алё? В дом кузнеца, пошли в дом кузнеца. Так, дом кузнеца. Старышка. Дочка, не сомнения, нехорошо. Ну ладно. Я тут знаю, чем тебе помочь. Я тебе помогу, конечно. Но сейчас вот не знаю, чем помочь тебе конкретно. Так, где же она кузнеца? Ну, блин. Я ж её видел. Она ушла куда? О, слышь, стой. Я тебя раньше здесь не видел, а ты кто такой? Я ведьмак. И, а имя у тебя есть, ведьмак? Меня зовут Рита. Меня Геральт. Что ты здесь делаешь? А что ещё делают имяки? Ещё чудо... Ведьмаки, ещё чудовищ, которых можно убить. По-моему, единственное чудовище здесь призраки, которые не дают нам спать по ночам. Именно ими я и намерен заняться. Да, ведьмак. Чем могу помочь? Я кое-кого ищу. Короче, не будем всё это спрашивать. Рыбак, каллигор. Спасибо. Я смотрю, вы стоите на полмиски с молоком. Это для наших домовых. Они не вредят никому. Постоянно стараются помочь нам по дому. Доченька однажды сказала, что домовые иногда берут детей. Волшебное путешествие на клубах дыма над крышами домов. Уж не знаю, правда ли это, но сын пасенщика рассказывал об этом с большим воодушевлением. А жрица в деревне есть? Да, она наша единственная одежда на спасение доченьки, и со дня на день должен прибыть купец с лекарством. Не знаю, почему он задерживается, а что случилось. Я слышал, здесь где-то есть таверна. Она находится чуть в стороне, рядом с деревней. Муженек мой ходит туда по вечерам. Но ещё ни разу он не напивался настолько, чтобы остаться там на ночь. Милтели послала мне хорошего мужа. Только почему она наказывает нас болезнью нашей доченьки? Милый Ровин, обожает дочь. Боюсь, он натворит глупости из-за этой её болезни. Расскажи мне что-нибудь о местных жителях. Улики ты не будешь рыбака, он может... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что ты можешь мне рассказать о призраках? Они нам спать по ночам не дают. Когда они являются, мы с мужем молимся милитерией. К счастью, они являются всего на час. Но это самый страшный час ночи. Ну давай, всё, я понял. Ну чё, дом в Веснушке, да? Ну да. Всё, дом в Веснушке. Пошли. Дом в Веснушке и её. Родители. Там бабуля, да? Старый книжный шкаф, короче. Чё у них оружие-то нет? Я не знаю. Лё, блин. То есть они дедана запихали в самый низ? Охренеть, нет-то. Больной, так пусть здесь и помирает, чтобы потом не воняло. Больной дед. Что тебе нужно, я больно. Хочу задать пару вопросов. Ведьмак, что тебе нужно от больного старика? Я пытаюсь избавиться, избавить деревни от призраков. Вряд ли я смогу тебе помочь. Ты ведь один из старейших жителей деревни. Наверняка тебе что-нибудь из основной о привидениях. Может, я и помню, что... Но я и есть хочу, и устал. Ты знаешь, чем меня кормят? Нет. Супом каждый день. Это чёртов суп. Ненавижу суп. За кусок жареный барайный. Чё-нибудь... Вот это желание, дедулю. Посмотрим, что можешь делать. До встречи. У меня барайна есть? Нет, у меня барайна. Здравствуйте, дедушка. Я Дорья, жрица Милтелли. Здравствуйте, меня зовут Геральт. Но откуда тебе известно, кто я? Я встречал таких, как ты, медальон, что у тебя на шее два меча за плечами. Ведьмачий стиль. Некий Каллиго рассказал мне, что в деревне появились призраки. Может тебе известно, каким образом можно избавиться от духов? У меня есть заботы посерьёзнее призраков, ведьмак. Я не могу тебе помочь. Каллигор плохой человек. Не стоит ему доверять. Может тебе известно, откуда эти призраки взялись? Души мёртвых возвращаются в этот мир. Не случайно призраки становятся лишь те, кто погиб преждевременно и не может обрести покой после смерти. К сожалению, я больше ничего не знаю о привидениях. Поговори с местными. Иногда разговор с обычными кметами даёт намного больше, чем ожидаешь. Что ты делаешь в этой деревне? У нас несколько жителей слигли с необычной болезнью. В основном болеют дети, но есть и несколько стриков. Мне удалось найти лекарство, но оно закончилось. В деревне нет необходимых лекарств для приготовления новых порций. Я отправил письмо в монастырь, чтобы прислали лекарство на купец, который должен был его доставить. Почему-то запаздывает. Я могу тебе чем не помочь? Да, у деревни появились хенопсы. Если тебе удастся собрать не менее пяти корневищ хенопсы, я смогу сделать отвар, сбивающий жар. Я сделаю всё возможно. Спасибо. Да, ведьмак. Как долго ты здесь уже живёшь? Несколько дней. Поначалу больные мучились, а лишь головой до животом. Но сейчас ситуация ухудшилась. Больные почти с кровати не встают. Да, ведьмак. Где я смогу найти тебя, если у меня возникнут новые вопросы? По утрам я хожу к родителям веснушки и её отец болен. Потом я иду к дочери кузнеца. После полудня собираю траву, а затем иду к пасечнику. Там я и ночую присматриваю за сыном пасечника. Если не сможешь меня найти, порасспрашивай местных. Да, ведьмак. Ты точно не знаешь, как можно уничтожить призраков? Даже если бы и знала, тебе ни за что не рассказала бы. Эти призраки когда-то были людьми. Не по своей воле они вернулись в этот мир. Вместо того, чтобы уничтожать их, можешь попытаться выяснить, что необходимо сделать, чтобы призраки обрели покой. Ты же знаешь, моя работа вовсе не в этом заключается. Я слышал о тебе достаточно, чтобы знать, что ты убиваешь лишь в том случае, когда это необходимо, белый волк. Да, ведьмак. До свидания. Пять корневищ, алло. Харе, блин. Накидывать задача-то. Короче. Сейчас мы пойдём куда-нибудь. На хрен. Давайте мы пойдём, короче, овца, пастуха, ласточкины, зелья, пастуха. О, пастуха, алло, мы с тобой не разговаривали. Да. Здравствуй, овцевод. Разве я овцевод? Я просто смотрю за овцами. А вот мой отец, мой всем пастухам был пастуха. Вот отец мой всем пастухам был пастух. Но нелюди прогнали нас с гор. Чёрт бы их пооборол. Ты моих овец видал? Правда они красотки? Да, я хотел. Ты только посмотри на Бетси. Из её шерсти выйдут отличные носки на зиму. Который из них Бетси? Да, не все Бетси. И мой красивый батя мой так овец называл. Ты что-нибудь знаешь о призраках? Они пугают овец. Не густо. Видимо, от тебя я ничего не узнаю. Работы для ведьмака у тебя тоже нет, наверное. Наверное, нет. Ты ведьмак, настоящий ведьмак. Значит, ты побьёшь призраков. И мои овцы будут спать спокойно. Может, и у меня найдётся для тебя работа. По поводу призраков ещё посмотрим. Мне нужна информация. Да, ведьмак. Ты говорил, что у тебя найдётся для меня работа. Знаешь, ведьмак, эта работа лёгкая совсем. Не хочу убедить ведьмака. Да рассказывай же. Волки то и дело таскают у меня овец паскуды. Надо бы перебить волков в ихнем логове. В логове, говоришь? Да, точно. Оно как раз за таверной. А то приходят сюда бац и нет овцы. Что ты мне дашь за этих волков? Что я ещё могу тебе дать? Могу обещать тебе бараний окорок. А ещё могу продать мясо понешевле. Да уж, не густо. А ещё можешь задармо у меня ночевать. Я должен спать среди вонючих овец. Что значит вонючих? У меня чистые овцы. Что ж ты несёшь такой, ведьмак? Ладно. Вот так всё. Слышь, договорим. Да, ведьмак. Как там овцы-овцы? Никак, купцы не приезжают, и мне некому продавать шерсть. Было время, когда шерсти хватало. Такой был спрос. А сейчас... Ой, не хватало. Кто знает, куда эти купцы подевали счастье, что корчмарь у меня закупает с бараниной хоть какой-то. Что ещё хочешь ты знать? Честно говоря, у меня есть ещё пара вопросов, да, ведьмак? Что тебе известно о призраках? Только то, что они пугают моих любимых везетчиков, больше ничего. Они появляются в полночь, летают на деревню, воют, кричат, пугают. Честной народ. Жрица велела нам молиться, когда духи летят, и я молюсь. Но чё-то не видать, чтобы духи молит пугались. Что ты ещё хочешь знать больше? Ничего, до встречи, давай. Ласточки на зелье снимем. Полков буду убивать, значит, я. Ещё ласточки на зелье. Там ворота, но мы туда не пойдём. И по-на-мать тут всего. Ласточки на зелье. Ласточки на зелье, конечно, чемерится, я сказал. Ласточки. Это геноцид, алё. Чего горишь-то сегодня, городишь-то? Вот, чемерится. Геноцид. Игольчатый мир. Геноцид. Чемерец. Всё, погнали дальше. Да, какие... Я офигею себя, короче. Читарь тоже ещё тот. Вы хоть не всё слушайте, что я говорю-то, да? А то я там такого чего-нибудь ляпнул и потом... Охренеть просто скажу, что это... Откуда он вообще взял? Как он мог прочитать? В слове... Не знаю, там... Чехол... В итоге прочитал Абдуллахор. Вообще нормально, да. Как бы у-у-у... Боква... О, на конце есть и нормально. Чехол Абдуллахор. Всё, нормально. И РСЛ где-то рядом. Слышь. Давай вот. Без потерь. Так. Дерево, ты иди. У меня тебя не обойти, а ты можешь этот линз. Слышь, там кто? Там кто-то есть. О, это Солтес. В полях. Больной Солтес. Солтес, ты больной. Мы успеем в каверну. Давайте поговорим с Солтесом в конце-то концов. Мы сюда для того и пришли. Господи. Мы шли и вообще... Болиса, нифига себе, короче. Болис, это не так много. Я смотрю. Первый, Болиса, за всё время. Это ты, Солтес? Я думал, он здесь серьёзненько. Ладно, давай погорим. Ну, такой Солтес. Мой один из-за пропал. Без эти поля, чахнут. Оставь меня в покое, ведьмак. Что ж, счастливо оставаться. До встречи в таверне. В таверне? Да, до встречи в таверне. Ну, ладно. Ты чё охренел? Он меня сейчас, этот, сказал. Идит в жопу. А ты не охренел ли? Алё. Я, значит, ему помочь пришёл поговорить с ним. Стоп. Я ж тут и был, нет? Заперта? Это вообще ничего. Травниц у вас нет, да? Ну, хера вы живёте, ребят. Собака, кладовая. Заперта? Конечно. Я как бы не сомневался. Бочек. Отлично. Ну, пошли в таверну. Нам нужно купить кольцо. Хотя, может, мы будем бегать монстров убивать и, короче, тогда кольцо и выбью. Не надо пишет, да? Так, короче, куплю, а потом пожалею. А хотя, где я куплю, тут, может, ни у кого нет этих колец. Тут Фродо нигде не бегает. Ебаха, муха, народу, алё. Кому бы тут заехать как следует. Кулак мой одним ударом в голову сносит. Кто с ним познакомится, копыта отбросит. Ты такой шутник, алё. Меня зовут Бэшмен, я настолько сильён, что никто не хочет с ним драться. Ну, так как насчёт боя? Да, давай. Давай. Если не будешь дёргаться, будет совсем не больно. Да ты, верно, шутишь. Идём в атаку. Просто. Ты чё делаешь-то, алё? Как-то очень странно. Я не могу по нему, алё. Ты чё такой дерзкий-то, алё? На тебе нахрен, вообще, я не знаю. Чё-то я как-то по нему ударить не мог, алё. Вообще, это меня удивило. Где-то тут злого на место. Да, всё. Ура, говорит. Завалили этого. Это Солтес, да? Как ты получилась? Пуни-клоки никогда раньше меня не подводили. Ну, всё нормально, подведи. Здрасть, как хочется вы... Давай, здрасть, не законит. Ты желаешь со мной сразиться в кулачном бою? Конечно. Денег-то надо зарабатывать. Бой будет интересный. Готов? Готов. У меня жизнек нет. Алё! 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 Ты, я видишь, перед тобой Слив, куда ты махаешь-то-то? Ворона, это не я. И мошка мимо пролетающая тоже. Бей ниже, алё! Сверху, вниз. Короче, тогда точно меня будешь попадать. Солтес вообще самый ликующий парень. Ура! Всё. Да, да, помашите меня ладошками. А, ты хорош. Нет, ничего. Раззор на проигрыша белого лосого. Здрасть, как насчёт кулачного боя? Перезупреждаю, со мной ставки выше я не считаю этим деревянским увольням. Разумеется, за исключением этого выблюдка природы бушмена. Ну так как, поставишь в сторону? Ладно, давай подерёмся. То есть бушмена можно... Ты куда, алё? Нифига, у тебя разгон. Мужик, ты меня пугаешь. Слышь, ты толстяк. Я тебе сейчас попадать научился. Я предыдущему говорил, как меня попасть надо завалить. Захренел. На, вот туда, иди к коробкам. Всё, в коробке улетел. Выпусим. Подбородка. Блин, старика-то бить неохота, но придётся. Как говорится, не бери за дело, если оно тебе не по плечу. Но признаюсь, хоть я и проиграл, бой был отличный. Держи свои 100 уронов. Давай лучше, Уфи. Вот это другой разговор. Да, дна. Тебя что сюда привело? Ещё информация о том, как избавиться от призраков. Те, что летают по деревне, ночью спалить их нужно. Бабка моя всегда говорила, что их нужно сжечь. У неё в деревне тоже такая проблема была. Каким образом можно сжечь призрака? При чём тут призрака? Сжечь надо кости. Того, кто стал призраком. Надо найти тело и сжечь его. Вот и все бабки на соседей сожгли трупы, проблем нету. Спасибо за информацию, до встречи. Бывай, надо признаться, отличный был бой, и отличное его завершение. Нифига себе, короче. Не желаю спалить час на кулачном бою? Давай. Я узнал, как можно уничтожить призрака. Шикарно, всё, я уже игру прошёл. Сейчас набью тебе морду, готов, давай, короче. Вопрос в том, готов ли ты оказаться на полу? Так, Динам, давай, короче. Позволяю тебе ударить меня один раз. Не больше. Ни хрена, смотрите, как он машет. Не знаю, тебе сколько лет, мужик, алё. Ты, короче, тебе, наверное, лет 20, но выглядишь ты лет на 80. Всё, нормально, завалил я его. Надь тебе нахрен. Соплю я, короче, такой, по-моему, он соплю. Из носа достал, говырнул и кинул. Ладно, ты поведел, теперь оставь меня в покое. Всё, давай, короче. У меня сколько? 400-е есть? Нет, у меня 400-е. Франко. О, нифига. Завседатый. Гена. Здорового Гена. Где этот? Чебурак. Чебурех. Чебурех. Щебка. Как его зовут-то? Чебурех. Сеня. Завседатый. Завседатый. Ну и чё, завседатый-то, и чё толку-то от вас, если я ничего не могу с вами сделать, завседатый в деревне, Алёк. Ух ты. Приветствую, Милздарь. Прощайся. Чё? А-а, чё? Приветствую, Милздарь. Ты кто или что? Я то, что я есть, ни больше, ни меньше. Ты чё, дура? Корчмар. Вот чёрт. Тут ведьма. Корчмар, не обязательно так и орать. Уверен, твои постояльцы и так меня заметили. Чё надо тебе? Ты пришёл призраков бить? А-а, то есть чудич, тут только ласло достудень, поганая рожа. Ха-ха. Ну разве что? Ну разве что? Ну разве что? Кто наимёт против них ведьмака? Вот они у двери. Всё время деньгами раскидываются. Так что пограбывают их разбойник где-нибудь на большаке, я точно говорю. Я твоих клиентов не трону. Возможно, разберусь с призраками. Посмотрим, что ты можешь мне предложить. Еду, выпеку и место у камина. По тебе не скажут, что у тебя деньжата водятся. А за дрова тут только морду могут начистить. А-а, не ночлег дать. Об этом не беспокойся, корчмарь. Чё надо? Я кое-кого ищу. Ну как найдёшь, приходи. Чё надо? И-и-и... Я хочу отдохнуть. Если хочешь отдохнуть, плати пять воронов. Нет, спасибо. Чё надо? Что это за чакающие звуки такие? Синие. Какие свиние? Ну, те, которых я держу в подвале. Или ты думал, что это мои клиенты так чапкают? Разумеется, нет. Чё надо? Хочу оставить кое-что на хранение. Поглади в сундук, что стоит за мной. А, чердейский. Что значит, чердейский? А вот то и значит. Был тут один чердей, всё по... Полям шастал. Искал чего-то. Говорил, что тут есть какая-то сила. И... Он что-нибудь нашёл? Ага, нашёл. Бахало так. Ага. Что у нас куры, перепугавшись, неделю не неслись. Это всё, что от него осталось. Этот вот сундук. Ежели туда что покласят, только тот, что клал свою вещь, найдёт. Никто другой её там и не увидит. Каждый видит только то, что сам туда покладёт. Ещё что надо? Да, есть ещё кое-что. Чё надо? Что нового? Да ничего, в общем. Что такого сыщи сюда не едят? У меня выпивка кончается. Так я всех своих клиентов потеряю. Ну, тогда у тебя проблема. Но есть у меня мысышка. Я же тверно бросить, я без приглядов не могу. Но если бы у меня были плоды Болисы, я бы нагнал самогона. Хватило бы, небось, до приезда купцов. Ты хочешь, чтобы я собирал для тебя какие-то травки? А что, если я дам тебе 250 воронов за 220 плодов Болисы? Если так, я попробую тебе помочь. Болису. Давай, сундук. Здорово. Приветствую, милзарь. Давай, я в тебя покладу, короче. А чё? Нифига себе. Оно, короче, складывается всё не туда, куда бы хотелось. Да? Я понял. Я понял. Ну ладно, давайте ничего не будем убирать пока что. Мне всё надо. Если что, я поем. Если что, я попью. Если что, я погуляю. Я не знаю. Там да... Что? Что это? Ладно, короче, давайте на этом серию закончим. Увидимся уже в следующей серии. Меня зовут Пумба, напоминаю. Всего вам хорошего. Удачи. Пока. В следующих сериях, видимо, пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok